С вами новости моего дома. Здесь только важная информация о вашем доме. Меня зовут Надежда Скрябина. Здравствуйте. Экономная или красивая? Какую посуду лучше использовать в офисе? Есть ли жизнь без мяса? Всем ли подходит вегетарианская еда? Еда из пробирки. Каким будет обед будущего? Мой дом и все о нем. Работа работой, а обед по расписанию. Важно не только, что мы едим, но и из чего. Поговорим о том, какую посуду выгоднее и безопаснее использовать в офисе. Долгие споры насчет использования одноразовой многоразовой посуды в офисных помещениях разделили людей на сторонников и противников. Плюсы многоразовые, по мнению одних, в долговечности и экологичности. Но тут стоит заметить, что ученые доказали наличие вредных бактерий в микротрещинах старой посуды такого типа. Другие же не признают одноразовую затоксичность выделяемых веществ при нагревании. Но стоит понимать, что не всякий пластик одинаково ведет себя при высокой температуре. Одноразовая посуда применяется повсеместно – в организациях общественного питания, на офисных кухнях и в столовых. Чтобы правильно подобрать посуду, необходимо знать, какую можно нагревать, а какую нельзя использовать для горячих продуктов. Делая выбор в пользу одноразовой посуды, в первую очередь проследите, чтобы на ней был знак качества и номер сертификата. Такой номер должен быть указан на упаковке или специальном вкладыше. Впрочем, самые свежие работы на эту тему показали, что для наступления вредных последствий нужны такие дозы, которых все-таки невозможно получить в реальной жизни. Бояться пищевого пластика нет причин. Надо лишь соблюдать инструкцию. Применять только такую посуду, на которой есть значок «ложка с рюмкой», а также следовать указаниям производителя. Можно ли данный контейнер ставить в морозилку, греть в микроволновке, до какой температуры его позволено нагревать. Еще одна страшилка – то, что нельзя пить воду из пластиковых бутылок, полежавших на солнце. На самом деле, чтобы начались хоть какие-то выделения, такую бутылку нужно как минимум расплавить. Таким образом, при выборе офисной посуды нужно пользоваться правилами здравого смысла. А именно, проверять соответствие посуды температурным нормам в случае с одноразовым. И периодически обновлять набор посуды при выборе многоразовым, не экономя на этой статье в ущерб здоровью. И тогда ваше питание на рабочем месте будет безопасным. После новогодних праздников я всерьез задумалась о том, чтобы отказаться от тяжелой пищи. И вспомнила про вегетарианство. Но всем ли полезен отказ от мяса? В настоящее время отказ от мяса становится все популярнее. Кто-то переходит в вегетарианство по духовным соображениям, а кто-то считает, что растительная диета поможет избежать многих заболеваний. Давайте разберемся, все ли так однозначно. Вегетарианство – это питание растительной и молочной пищей, с отказом от пищи животного происхождения. Веганство же исключает не только мясо и рыбу, но и яйца и молочные продукты. К положительным сторонам питания без мяса можно отнести большое потребление клетчатки. Эти компоненты очень важны для организма. Именно они ускоряют работу кишечника и не дают ему застаиваться. Многие вегетарианцы отмечают, что с отказом от животной пищи они стали гораздо спокойнее. Этот эффект связан с обеспеченностью организма магнием. Он оказывает благотворное влияние на нервную систему. Калорийность рациона у веганов чаще всего ниже, чем у мясоедов. В результате этого снижается риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета. Также растительная пища более богата марганцем, медью и хромом. Они играют важную роль в регуляции содержания глюкозы в крови. Но резкий переход с традиционного питания на веганство может повысить уровень стресса. Вегетарианское питание рекомендуется на краткосрочный период для восстановления здоровья. К отрицательному воздействию вегетарианства можно отнести дефицит витамина В12. Он практически полностью отсутствует в растительной пище. Другая проблема – снижение плотности костной ткани. Из большинства растительных продуктов кальций усваивается хуже. К тому же он не перерабатывается организмом без витамина D. А растительные продукты содержат его совсем мало. Также вегетарианцы находятся в зоне риска развития анемии. Благодаря веганству снижается потребление холестерина. Он содержится только в животных продуктах. Избыточный холестерин не может найти место в тканях и подолгу циркулирует в кровеносных сосудах. Это повышает риск развития атеросклероза. Составление рациона питания – задача непростая и требует консультации у специалиста. С каждым годом население планеты увеличивается. Еды требуется все больше. И ученые уже сейчас стараются решить эту проблему. Готовы увидеть еду будущего? Поводов для беспокойства на самом деле мало. Даже если какой-то продукт вдруг станет дефицитным, мы обязательно найдем альтернативный способ его производства. Только представьте, даже мясо уже научились выращивать в пробирке. Поэтому, если вы отказывались от мясных блюд из-за этических соображений, то теперь можно быть спокойным. Для производства такого продукта ни одно животное не пострадает. И если верить прогнозам, такое мясо может стать основой нашего рациона уже к 2023 году. Но что оно из себя представляет и безопасно ли его есть? Технология производства такой говядины следующая. Да, да, это настоящая говядина, только получена она искусственным путем. И весь не отдельный инженер или клонированный. Мы не пробуем ни ДНК, ни РНК. Работаем исключительно с тканью. Наша задача заключается в том, чтобы она многократно фонусировала сама себя. У теленка мясной породы берут несколько граммов мышечной ткани, из которых выделяют несколько клеток. Миобласты, которые представляют собой строительный материал для мышц. И фибробласты, которые являются основой будущего каркаса ткани. Эти клетки помещают в специальную питательную среду, в которой содержатся аминокислоты, витамины и прочие вещества. И там ткань начинает расти вполне естественным образом. Так, получается, что всего за два месяца можно будет вырастить такой же объем мяса, который обычная корова на ферме нагуливает около двух лет. А стоит такая говядина будет примерно 800 рублей за килограмм. Только вот все ли россияне готовы его покупать? В рамках опроса, проведенного аналитическим центром, каждый четвертый потребитель готов включить его в свой рацион, если оно не навредит его здоровью. 13% отмечают, что для них решающим фактором будет вкус и вид такого мяса. Еще столько же готовы покупать его, если цена не будет выше натурального. Для остальных же ключевыми факторами станет прозрачность производства и понятный состав. Сейчас мы узнаем о самых интересных и важных событиях, которые происходят в мире. А после я расскажу про снимки, в которых живет природа, а также о том, кто поздравил ветеранов с новогодними праздниками. НАСА отложило возвращение SpaceX Cargo Dragon с Международной космической станции ввиду неблагоприятных погодных условий во Флориде, где планировалась его посадка. По сообщению ведомства, сотрудники космического агентства в данный момент оценивают прогноз погоды, чтобы определить следующую возможность для возвращения корабля. На реке Пареца в Гачинском районе Ленинградской области распустились удивительные ледяные цветы. Такое редкое природное явление возникает на льду водоемов из-за разницы температуры воды и воздуха. Чудо-цветами можно будет любоваться всего несколько часов. Позже мороз сделает лед равномерным и одноцветным. Крупнейший в мире фестиваль льда и снега в Харбине открыл свои двери для посетителей. На площади парка около 600 тысяч квадратных метров расположились свыше 2000 ледяных скульптур, включая копии известных достопримечательностей мира. В предыдущие годы Харбинский фестиваль привлекал миллионы туристов. В этом году многие мероприятия были отменены из-за пандемии COVID-19, а количество посетителей сократилось. Скульптор Алексей Кошанов, известный также под творческим псевдонимом Панкрат, создает произведение искусства из металла в стиле стимпанк. Для работы Алексей использует самые простые инструменты – электросварку, болгарку и молоток. Скульптор принимает активное участие в городских выставках, а в конце прошлого года его работы экспонировались в Музее современного искусства эр-арта в Санкт-Петербурге. 13-летний Андрей Маслов из Иваново собирает кубики Рубика и создает из них масштабные художественные полотна. Андрею нравится создавать портреты своих любимых киноперсонажей, а также изображения спортсменов, в частности, знаменитых бегунов, так как подросток тоже увлекается бегом. В ноябре прошлого года юный Ивановец попал в Книгу рекордов Гиннеса, пробежав 100 метров за 20,91 секунды, собирая при этом кубик Рубика. Ежегодный подсчет количества животных стартовал в Лондонском зоопарке, так как учреждение закрылось из-за новых ограничительных мер. Обычно у сотрудников зоопарка уходит около недели, чтобы провести перепись всех животных и предоставить новые данные для продления лицензии. В связи с падением доходов, часть которых шла на природоохранные мероприятия, зоопарк начал проводить кампании по сбору средств. Виктория Даль постоянно удивляет своих подписчиков. Девушка-блогер не только защитница природы, но и прекрасный фотограф. Ее работы точно не оставят никого равнодушными. Блогер Виктория Даль еще недавно принимала участие в съемках в качестве модели. Но скучные фотосессии ей быстро надоели. Девушка стала продумывать нестандартные сюжеты для снимков, но они не нашли отклика у фотографов. Поэтому свои идеи Виктория решила воплотить в жизнь сама. Так появился ее аккаунт в Инстаграме. Он собрал большое количество поклонников ее творчества. Виктория родом из небольшого города Нижегородской области. В университете девушка изучает 3D-графику, живопись и основы дизайна. Фотографией она занимается только год, но за это время уже многому успела научиться. Весь реквизит Виктория прорабатывает сама. Это действительно трудоемкий процесс, ведь требуется собрать образ из множества деталей. Фотошоп на снимках практически не используется. Например, в аквариуме на фото находится настоящая голова. Иногда процесс становится действительно опасным, поскольку даже огонь для снимков используется реальным. А ванна наполнена самым настоящим льдом. По словам девушки, на творчество ее вдохновляет сама жизнь. И любая мелочь может зародить в ее воображении новый образ. В своих работах она нередко поднимает злободневные темы. Интернет-зависимость, вредные привычки или тема вечной любви. Виктория охотно общается со своими подписчиками в комментариях и отвечает на их вопросы о деталях съемки. Сейчас в планах у девушки создавать больше снимков, которые будут посвящены защите природы и животных. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше. Поэтому так важно оказывать им свою поддержку и признание. Об этом позаботилась администрация Канавинского района. Ветеранов Великой Отечественной войны в Канавинском районе поздравили с Новым годом и Рождеством. 67 жителям Канавина вручили памятные подарки от администрации района. 2020 год был объявлен в России годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Поэтому мы с особым трепетом говорим нашим ветеранам заветные слова с Новым годом. Благодаря вам, вашей отваге, смелости и непомерному труду мы живем в мирное время. Мы искренне гордимся вами. От всей души хочется пожелать вам крепкого здоровья, сил, бодрости, бодрости духа и благополучия. Берегите себя. Сейчас ветераны находятся на заслуженном отдыхе. Тем не менее, многие из них до сих пор ведут активную общественную деятельность. Они участвуют в различных районных мероприятиях и подают достойный пример подрастающему поколению. Ветераны войны и труда Канавинского района поблагодарили администрацию за внимание к старшему поколению. За чуткость, заботу и теплые поздравления в это непростое время. Также ветеранов с новогодними праздниками поздравили и жители района. Они своими руками смастерили елочные игрушки в военной тематике. Ими украсили живую ель, назвали ее «Елка Победы». Также воспитанники дошкольных учреждений, воспитатели и их родители приняли участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур «Творцы Победы». Время полезных новостей подошло к концу. В следующем выпуске мы подготовим еще больше нужной информации для вашего дома. Приглашаем вас стать авторами наших сюжетов. Пишите свои комментарии, предлагайте темы. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране.